Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня я хочу с вами поделиться рецептом пресного слоёного теста. Что нам для этого понадобится? Для начала мы берём такую ёмкость, баночку. И в эту баночку засыпаем 1 чайную ложку лимонной кислоты. И сюда же добавляем 2 чайные ложки тёплой воды. И будем смешать, пока лимонная кислота растворится полностью. Вот у меня лимонная кислота уже полностью растворилась. Это мы можем закрыть и поставить в сторонку. Второй наш шаг. Берём 600 граммов муки и просеиваем в глубокую мисочку. Третий шаг. Берём 325 мл воды комнатной температуры. И туда добавляем 1,5 чайной ложки соли. Вот столько. И смешиваем, пока соль растворится в воде полностью. Сюда же мы добавляем 50 мл водки. Вот она у меня. Можете коньяка добавить, можете там рома, у кого что есть. Но ни в коем случае не литьём. Сюда же добавляем столько же подсолнечного масла. Теперь сюда добавляем 1,4 чайной ложки смеси вот этой жидкости лимонной кислоты. Вот столько. Ну, я, пожалуй, её немножко ещё прибавлю. Всё. А эту остальную часть можете положить в холодильник и использовать в течение недели или двух недель. В отдельную мисочку возьмём 2 яйца целиком и 2 жидкости. Это всё смешаем. И эту жидкость постепенно вводим в муку. Если вы почувствуете, что у вас муки мало, можете немножко добавить. Вот я вот тут отдельно просеяла муку. У меня вот количество муки оказалось мало. Я немножко добавила. Добавить не надо столько, чтобы тесто у нас получилось не сильно крутое и не сильно мягкое. Как мы можем проверять готовность нашего теста, если уже не будет прилипать к рукам, то уже значит, что наше тесто готовое уже. Муки много добавить не надо, потому что потом может тесто не подняться. Не слоится. Всё, уже это всё мы переложим на стол и будем дальше смесить на столе. Так, вот уже моё тесто я чувствую, что готово. Дальше месить не надо. Тесту даём форму круга. Заворачиваем тесто в бумагу в плёночку. И тесто убираем в холодильник минут тридцать. Закрываем аккуратно, чтобы наше тесто не заветривалось. Пока у нас тесто в холодильнике отдыхает, мы готовим второй свой, то есть масло. Я тут отметила, у меня масло 800 грамм на эти порции уходит. Масло это надо, я вот положу в целлофановый пакет. У меня масло лежало в холодильнике, не сильно плёда и не мягкое по консистенции. Эту массу надо распределить по пакету, надо давать форму прямоугольника. Постарайтесь, чтобы по толщине одинаково получилось масло. Уже готовый пласт. Тесто мы ставим опять же в холодильник, не в морозильник. Вот я уже достала моё тесто из холодильника. Тесто там полежало минут тридцать-сорок. Будем раскатать тесто в форме прямоугольника. Постараемся при этом использовать малое количество муки. При раскатке, чтобы тесто посередине осталось толстым, а по краям тоньше. Тесто наше будем раскатать двое больше, чем наш масляный пласт. При этом это всё надо делать быстро, чтобы наше тесто не успело погреться. Вот пласт нашего масла выглядит по консистенции вот так. Не сильно тёрдо и не мягкое. Потому что если будет сильно тёрдо, будет очень сложно тесто раскатать потом. Всё эту процедуру мы должны делать как можно быстрым темпом. И сейчас вот эти края мы вот так принесём, к центру поднесём. Вот так. И постараемся полностью, полностью закрыть масло. У нас получился вот такой пласт. И внутри уже масло. Нужно вот так немножко посыпать мукой. Переворачиваем уже наш пласт тяжелее на другую сторону. Опять же будем с этой стороны тоже посыпать мукой. И постараемся раскатать очень аккуратно, чтобы не порвать тесто. Если порвём тесто, оттуда вылезет масло. Тесто надо раскатать в одном направлении. С центра наверх и с центра вниз. На себя. При раскатке постарайтесь по минимуму муки использовать. По минимуму, потому что мука очень плохо будет воздействовать на дальнейшее качество теста. Постарайтесь вот так в бок не раскатать пока. Пока не надо этого делать. Потому что у нас плохо получится слои. Вот мы уже раскатали тесто. И сложить будем втрое. Вот так вот. Вот видите, у меня даже ни грамма муки нету. На полости. Вот так вот. И вот так. Всё. Уже готовый пласт мы завернём в фольгу. И опять же на 30 минут поставим холодное место. Постарайтесь закрыть аккуратно, чтобы все это не тянет звери. Вот так вот. Всё. И сейчас будем опять же раскатать. Но постараемся чуть, чтобы длиннее. на этот раз уже сложить в четверо. Постарайтесь аккуратно, опять же повторяю, чтобы тесто не порвать. Тесто у нас очень нежное. Можно немножко вот так вот, чтобы раскрыть ширину, но немного. Вот так. Всё. И будем сложить уже четверо. с книжкой. Вот так вот. Две концы приведём к центру. И ещё вот так вот. Всё. муки у нас почти на 10 нету. Опять же будем наше тесто в фольгу заворачивать в фольгу. И опять поставим холодное место на полчаса, минут 40. Если у вас времени нет, можно не оставлять на целый час. Потому что от этого вреда не будет. Ну так вот. Наше тесто я уже раскатаю четвертый раз. Это уже последняя раскатка. После этого уже надо положить тесто на 12 часов. Оставлять в холодильнике, чтобы тесто отдохнул. И только можно уже потом печь всё, что угодно. Ну, в этом ролике я не успею вам показать напалён из этого теста. В следующем ролике обязательно покажу. Так, я уже всё. Последний раз раскатала тесто. Вот немножко сейчас растяну тесто вот так. Можно уже поделить на 6, на 5. Ну, кому как удобно. На сколько-то, на несколько частей. Вот я поделю, наверное, на 4-5. Или, наверное, на 6 частей поделить. И резать надо очень острым ножом. Вот моё тесто на разрезе. Вот. И все слои. Очень красиво получилось. Я поделила пласт на 5 частей. Это всё отдельно положу в пакетики. И опять же поставлю в холодное место. Не в морозильник, а в холодильник. Потому что я буду печь в следующем, то есть завтрашнем ролике, я уже вам покажу, напалём. Поэтому я заморозить в морозильнике тесто не буду. Вот. Я таким образом положу тесто, мои все заготовки, в холодильник. И если вам понравился мой рецепт, попробуйте, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. До свидания.